РАДИО СВОБОДА РАДИО СВОБОДА 150 лет назад, во время Кавказской войны, легендарный горец Хаджи Мурат, поссорившись с Шамелем, вышел к русским. Историю эту мы знаем в описании Льва Толстого. Часть, по его словам, он сам видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себя. Хаджи Мурата принял в Тифлисе главнокомандующий кавказскими войсками князь Воронцов, тот самый полумилорд-полукупец, под чьим началом 30 лет назад состоял в Одессе ссыльный Пушкин, в чью жену он был влюблен. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, к тому времени уже пожилая дама, тоже персонаж повести Толстого. Хаджи Мурат увидел ее на балу, где молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах и в театре. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел. Ольга Богуславская. Это, конечно, было столкновение с мусульманским миром, но тогда мы просто очень плохо могли это понять. Мы видели какие-то чисто внешние признаки этого. Ну, одежду женщин, покрытые головы, представление о том, что мужчине стыдно, например, нести ведро воды. А глубже мы залезть в это не могли. Но, конечно, это был мир со своими традициями. Я думаю, что человек, который знаком с традиционной жизнью русской деревни, в принципе, наверное, понимал бы этих людей лучше. Владимир Борщев. Всю тяжелую работу делают женщины. Такие мужские шутки. У нас женщина может нести 70 килограмм. Если беременная, 50. Сандро и Кибрик говорили, что когда они впервые туда приехали, почти никто не пил. Тут нас зовут в гости, и водка, вот в этой мусульманской стране, вот, где ничего не пьют. Мы там были, как-то мы были в другой деревне, не в той, где мы работали. Вдруг кто-то кричит, Сандро, оказалось, какой-то врач работает в Москве, какой-то хирург, вот, хороший специалист. И он приехал с женой. Садимся за стол, жена не входит в комнату. Вообще, если вас принимают в гостях, то женщины только что-то приносят. Они за столом не сидят. Наши женщины сидят. Там женщины не сидят за столом. Вот эта женщина, ну, она умная, и она, ну, так сказать, не нарушает обычаев. Вот она там где-то в двери стоит, иногда что-то подает, какую-то реплику, но вот в комнату к нам не входит, ну, не хочет она обижать родителей мужа, потому что, ну, не положено так. Россия вчера, сегодня, завтра. Россия как цивилизация. Гора языков. Передачу подготовила Елена Ольшанская. Эфир 12 января 2003 года. Россия вчера, сегодня, завтра. В течение этого часа передача из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков». В студии в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская. В 19 веке русские завоевывали Кавказ. Для одних это был путь к чинам и карьере, для других – место гибели или ссылки. Поэты воспевали дикую красоту и первобытную свободу. Там всё является очиам великолепия творения. Но там среди уединения долин, таящихся в горах, гнездятся и Балкар, и Бах, и Абазех, и Комуцинец, и Корбулах, и Албазинец, и Чечереец, и Шапсук, Пищаль, кольчуга, сабля, лук, и конь – соратник бастроногий, их и сокровища, и боги. Стихи Жуковского вдохновляли сосланного на юг Пушкина, когда он сочинял поэму «Кавказский пленник», где юная дева Черкешенко впервые в русской литературе сама признаётся в любви мужчине, пленнику, и слышит в ответ те слова, которые затем Евгений Онегин скажет Татьяне Лариной. Но это будет позже, а «Кавказскую драму» Пушкин закончил политическим пророчеством. И смолкнул ярый крик войны. Всё русскому мечу подвластно. Кавказы, гордые сыны, Сражались гибли вы ужасно, Но не спасла вас наша кровь. Ни очарованные брони, Ни горы, ни лихие кони, Ни дикой вольности любовь. Подобно племени Батыя, Изменит прадедам Кавказ, Забудет алчной брани глаз, Оставит стрелы боевые. К ущельям, где гнездились вы, Подъедет путник без боязни. Учёные заинтересовались горой языков ещё в XIX веке. Они были поражены тесным соседством и разнообразием наречий. А в XX веке стало понятно, что многим языкам мира грозит гибель. Александр Евгеньевич Кибрик – инициатор и руководитель ежегодных научных экспедиций за языками, заведующий кафедрой структурной и прикладной лингвистики МГУ. Наиболее интересно заниматься теми языками, о которых меньше всего известно, которым было уделено мало внимания в науке. Всего в мире насчитывается от 6 до 7 тысяч языков. Из них несколько тысяч находятся в опасности. То есть есть опасность, что в течение ближайшего столетия они исчезнут. А исчезновение каждого языка является серьёзной гуманитарной потерей. На территории России, а ранее на территории СССР, вообще говоря, очень много имелось и имеется таких языков. За рубежом обычно исследуют такого рода языки, исследователи-одиночки. Но проблема состоит в том, что когда человек работает один, у него очень много ограничений. Очень медленно собирается информация о языке. Нужны многие годы человеку для того, чтобы описать такого рода язык. У исследователей нет возможности взаимодействия с лингвистами-партнёрами, поскольку никто другой, кроме него, этим языком не занимается. И поэтому принять оптимальное решение во многих спорных случаях он должен только опираясь на своё собственное мнение. Так вот, эти экспедиции, которые проводят филологические факультеты, они отличаются от всего того, что делается, в частности, за рубежом, тем, что мы работаем с этими языками коллективно. Обычно с одним языком одновременно работает 10-20 человек разного профессионального уровня, и лингвисты-специалисты в данной области, и аспиранты, и в том числе и студенты. На первом уровне мы срезаем один слой, наиболее поверхностный, так сказать, сливки с этого языка, а потом на втором этапе, на третьем этапе мы можем всё глубже и глубже проникать в данный язык. Университетские экспедиции сравнительно бедны. Даётся машина, в этом году ГАЗ-66, маленький крытый грузовичок с хорошей проходимостью. За много лет скопилось кое-какое барахло, газовые плиты и баллоны, палатка, несколько раскладушек и старых спальных мешков, кастрюли, сковородки и так далее. Каждый год что-то прикупается за счёт университета. Студентов оформляют на работу лаборантами, по 80 рублей в месяц. Для преподавателей и сотрудников кафедры – это командировка. Примерно за месяц до отъезда было общее собрание. Главный вопрос – продукты. Почти всё закупается заранее в Москве. Ещё раньше было дано задание искать дефицит. Кибрик достал 8 литров сгущёнки. Катя сделала заказ на индийский чай и гречку. Ира купила топлёное масло и рис особого сорта, длинненький. Про колбасу звонили несколько раз директрисе специального магазина Останкинского мясокомбината. И она, в знак уважения к Московскому университету, выдала несколько килограммов солями финского производства. Это из дневника Владимира Борщёва. 1981 год. Сам Борщёв – специалист по компьютерным наукам. Его участие в экспедициях – дружеское. Ольга Богуславская, лингвист. В 1968 году была впервые как раз в Дагестане в селе Арчи. Очень красивое, этим оно не уникально, потому что горы дагестанские действительно вообще очень красивые. А уникальное оно было потому, что там язык одноульный. Это означает, что люди говорят на языке, особым языке, достаточно сильно отличающемся от соседних языков. Достаточно для того, чтобы мы с вами могли спокойно говорить, что это другой язык. Вот как мы говорим, что польский язык другой. Хотя, может быть, если вы напряжетесь, вы поймете речь поляка, объясниться вы с ним сможете. Но это другой язык, вы это будете понимать непосредственно. Вот в этом смысле арчинский язык другой, не такой, как соседние. На нем говорило тогда около тысячи человек. И это была более-менее стабильная ситуация на протяжении достаточно долгого времени. В Дагестане всего пять письменных языков. А без письменных их, я думаю, и сейчас еще не посчитали как следует. Но, в общем, можно считать, что около сорока. Александр Кибрик. Все уровни языковой структуры, начиная с фонетики, от фонетики никуда не денешься, потому что язык устный. Нужно преобразовать его в некоторый алфавитный код. Нужен хороший способ записи. И, кроме того, нужна морфологическая сторона описания, потому что те языки, во всяком случае, с которыми мы работаем, это языки с богатым и словоизменением, и со словообразованием. И поэтому это тоже необходимый компонент описания. При этом, конечно, необходимой составляющей является собирание словаря. Ну и, конечно, еще одна такая составляющая – это сбор текстов. Поскольку эти языки бесписьменные, то там нельзя взять какую-нибудь книгу, газету и получить эти данные. Это все нужно собирать кропотливо, поэлементно, записывая вот устную речь на микрофон, потом анализируя. Удивительное звуковое богатство, потому что количество типовых звуков, анемами их называют лингвистики, их обычно 30, 40, ну там 60, это уже достаточно много, а в некоторых кавказских языках их около сотни бывает. Это уже очень много. А некоторые звукотипы, ну вот Сандро Васильевич Кадзасов, мой коллега, он тут в этом наибольший специалист, то есть есть такие звуки, которые крайне редки, которые, вообще говоря, были зафиксированы впервые только в Дагестане. Сандро Кадзасов. Ну, кавказские языки – это совершенно какая-то особая область. Они, в общем-то, можно сказать, расширяют наше представление о том, вообще на что способен человек в области произносительной. И некоторые звуки, такие, которые обильно представлены на Кавказе, они в других языках либо в большинстве языков, либо вообще отсутствуют, либо, если встречаются, то крайне редко в очень небольшом количестве языков. То есть, с точки зрения фонетики, это такое, знаете, удивительный такой заповедник, которого, пожалуй, в мире нигде и нет. Есть масса всяких, ну, что называется, экзотических артикуляций, особенно в области согласных звуков. Но, скажем, мы привыкли к тому, что у нас согласные различаются там по глухости, звонкости, да? А у них, как бы, три ряда согласных. Если у нас там есть ПТК, БДГ, то у них есть ещё ПТК, ну, который слушателям вообще, наверное, известно из произношения грузин. Какой! Какой хороший! Кроме вот этих звуков, есть много таких глубоких звуков, типа звуков там КО, КО, ну, и ещё более глубокие звуки, типа там ХР. Ну, вот последние звуки есть, вот эти ХР, они есть в семитских языках. Ну, вот, скажем, звуки типа СЕ, Э, ЧЕ, Э, вот особенно, такой яркий звук, это крайняя редкость, крайняя. Но так же, как и звук КО и КО, это тоже всё-таки очень редко. Эти звуки встречены только в языках американских индейцев, как ни странно. 150 лет назад, во время Кавказской войны, легендарный горец Хаджи Мурат, поссорившись с Шамелём, вышел к русским. Историю эту мы знаем в описании Льва Толстого. Часть, по его словам, он сам видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себя. Хаджи Мурата принял в Тифлисе главнокомандующий кавказскими войсками князь Воронцов, тот самый полумилорд-полукупец, под чьим началом 30 лет назад состоял в Одессе ссыльный Пушкин, в чью жену он был влюблён. Елизавета Ксаверьевна Воронцова, к тому времени уже пожилая дама, тоже персонаж повести Толстого. Хаджи Мурат увидел её на балу, где молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. И в театре. С восточным мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел. Ольга Богуславская. Это, конечно, было столкновение с мусульманским миром, но тогда мы просто очень плохо могли это понять. Мы видели какие-то чисто внешние признаки этого. Ну, одежду женщин, покрытые головы, представление о том, что мужчине стыдно, например, нести ведро воды. А глубже мы залезть в это не могли. Но, конечно, это был мир со своими традициями. Я думаю, что человек, который знаком с традиционной жизнью русской деревни, в принципе, наверное, понимал бы этих людей лучше. Владимир Борщев. Всю тяжелую работу делает женщина. Такие мужские шутки. У нас женщина может нести 70 килограмм. Если беременны, 50. А Сандро и Кибрик говорили, что когда они впервые туда приехали, почти никто не пил. Тут нас зовут в гости, и водка вот в этой мусульманской стране, вот где ничего не пьют. Мы там были как-то, мы были в другой деревне, не в той, где мы работали. Вдруг кто-то кричит, Сандро! Оказалось, какой-то врач, работает в Москве, какой-то хирург, вот хороший специалист. И он приехал с женой. Садимся за стол, жена не входит в комнату. Вообще, если вас принимают в гостях, то женщины только что-то приносят. Они за столом не сидят. Наши женщины сидят. Там женщины не сидят за столом. Вот эта женщина, но она умная, и она, ну, так сказать, не нарушает обычаев. Вот она там где-то в двери стоит, иногда что-то подает, какую-то реплику, но вот в комнату к нам не входит. Ну, не хочет она обижать родителей мужа, потому что, ну, не положено так. Совсем другой мир, совсем другие люди. То есть они в чём-то, они такие же, потому что это вот советские люди, и на нас, на всех вот эта печать. Какой-нибудь молодой парень, вот приходит, ну, молодой парень, который когда-то был информантом, учился в школе, а сейчас вот он видит, Кибрик с Андро приехали, ах, вот он старый друг, вот он уже где-нибудь в Махачкале, и он рассказывает, как он делает карьеру. Вот у него там какой-нибудь там брат или кто-то там где-то, какой-нибудь дядя там где-то в райкоме, вот теперь вот он вступит в партии, вот он тогда будет делать карьеру. Вот это нормально, делать карьеру. И это, естественно, тоже разрушение какой-то, вот каких-то старых взаимоотношений, потому что это уже какие-то вот новые, привнесённые, так сказать, советские отношения. Сандро Кадзасов. Вот я впервые попал в Дагестан в 68-м году. И я попал в селение Арчиб. Это глубинки, близко к главному Кавказскому хребту, женщины ходили в очень красивой одежде, очень специфической такой, речневато-красноватые такие штаны, которых мы нигде не видели больше в Дагестане. Мы попали на засуху там. И, в общем, жара стояла недели три очень сильно. Мы наблюдали такой весьма архаический обряд вызывания дождя. Один из жителей был наряжен в травяной костюм, и он шёл по селению, и со всех сторон на него прыскали водой. Затем он удалился, ещё там какая-то группа людей удалились там куда-то наверх, ушли, и там они выполняли какие-то обряды, вызывая дождь. Надо сказать, что процедура оказалась чрезвычайно эффективной. Начался дождь, который лил, не переставая, дней десять. То есть всё текло, все мосты были снесены. Владимир Борщов. Они живут в горах, где вот эти дороги появились недавно, в некоторых местах совсем недавно. Хотя дороги – это чёрт-те что, потому что дорога вы едете, и колесо, иногда просто впечатлением, что колесо задевает, зависает над пропастью, а туда там далеко падать. Вот эти дома с плоскими земляными крышами, которые после каждого дождя надо укатывать. Там какой-то такой слоистый камень, с которого они складываются безо всякого раствора. Если вот мы, не дай бог, иногда ехали и на узких улочках, машина задевала угол дома, то она его разваливала. Это случается явно часто, и то есть они его тут же ремонтируют вот этот дом вот из этих вот плоских камней, которых много. Если делается земляная крыша, которая очень плотно укатывается вот таким каменным катком. Этот каток, ну, наверное, вот сантиметров 70 длиной, такой очень тяжелый, ну, вот как асфальтовый каток, только поменьше, и они вот это укатывают крышу после каждого дождя, чтобы она была плотная, не пропускала вода. Кое-где строятся новые дома, вот вы видите, вам жалко, что строятся новые дома, они не такие вот колоритные. Вода где-то обычный источник, то есть каким-то образом либо колодец, либо проведена даже труба откуда-то из какого-то источника, вся деревня туда ходит за водой. Причем ходят они за водой, раньше они ходили с такими вот кувшинами, громадными, медными кувшинами, которые они сами же, вот где-то там какой-то кузнец их ковал эти кувшины, а сейчас они ходят с канистрой. Тоже жалко, канистра явно не такая красивая, как этот кувшин, но гораздо более функциональная. Александр Кибрик. Именно благодаря горной местности и тому, что аулы все-таки достаточно устойчивые социальные микрообразования, то в них удивительным образом сохраняется в течение тысячелетий целостность и неприкосновенность языков этих селений. Огромные миграционные потоки между Азией и Европой, которые происходили на протяжении ряда тысячелетий, они проходили по побережьям, Каспийскому и Черноморскому. А сам Кавказ, он никому не был нужен, и носители этих языков так там и жили. Поэтому на протяжении там пяти тысяч лет, судя по реконструкции, оседла жили на одних и тех же практически местах, в одних и тех же долинах. И хотя расстояние между языками может быть в километрах очень маленьким, два-три километра, а тем не менее, это два разных языка, смешиваний по существу не происходило. Дагестан – страна гор. Имеет вид неправильного четырехугольника между главным Кавказским хребтом и Каспийским морем, читаем мы в энциклопедии. Граничит на юге с Азербайджаном, на юго-западе с Грузией, на западе и севере с Чечнёй, на востоке омывается Каспийским морем. Ряд складчатых хребтов, параллельных главному Кавказскому хребту, разбивают горный Дагестан на почти совсем разобщенные между собой котловины и долины. На 1 января 1998 года в Дагестане проживало 2 миллиона 100 тысяч человек, из которых 58% – сельские жители. Ольга Богуславская. Андийцы живут по две стороны довольно высокого хребта, через который не только нет дорог, но есть только тропы для лошадей, которые проходимы небольшую часть года, ну, в летние месяцы, а зимой это все перевалы закрытые. А естественный спуск на плоскость, к цивилизации, ну, значит, для торговли, для вообще какой-то естественной жизни, для некоторых дагестанских деревень в то время шёл через Чечню. И мы заезжали туда через Чечню, через Грозный на машине. Мы были в очень интересном селе. Село называется Инхаквари. Я с ужасом думаю, что вот сейчас там прошли бои. Дело в том, что жизнь там тяжёлая. Была и тогда. Вообще, конечно, горные районы Дагестана – районы бедные. Они всегда были бедные. Там суровая природа. Они занимаются скотоводством. Как они занимаются земледелием, трудно себе представить. Это какие-то клочки земли, где выращивается зерно. Раньше выращивалось всё то зерно, которое они потребляли. Ну, в принципе, скотоводческие районы. Там не растут деревья. Это очень суровые условия. Как только начинается дождь, надо бежать на крышу и разметать веником воду, иначе будут потоки не воды, а грязи прямо на все комнаты. Многие из этих домов вот ещё в 68-м году просто не имели стеклянных окон. Стекло было трудно доставить на лошадях. Оно бьётся. Вот это силуэт Кокваре, о котором я говорю, электричество туда пришло за два года до нашего приезда. А дорога одновременно с этим, она не то чтобы пришла в село, но она проходила внизу по долине. Уже автомобильная дорога. И это, конечно, было благом цивилизации. И мужчины этого села на себе вносили трансформаторную будку, чтобы в селе было электричество. Именно на себе. Потому что никакие лошади тут помочь, конечно, не могли. И это был перепад высоты, был метров 300. Это очень трудно. Естественно, никакой дороги, вьючная тропа. Как они это делали, это просто нельзя себе представить. Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков». Илон Маск еще только запускает свои спутники. А мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника «Эуталсад-Хотбёрд». Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг Слушайте «Радио «Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Россия не является свободной страной, потому что все речи управления сосредоточены в руках одного человека. Несвободная от санкций, несвободная от курса доллара, цены на нефть. Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать. Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть. Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то. Я вообще планирую из России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает. Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия как цивилизация. Гора языков. В 1928 году по решению партии и правительства в Дагестане была создана письменность для аварцев, даргинцев, лесгин, кумыков, лаков, табасаранцев и татов. На этих языках начали издавать газеты, учебники, переводную художественную литературу. В 1950 году областные газеты были распределены следующим образом. На русском выходила «Дагестанская правда». На аварском «Марагул-большевик», «Большевик-гор». На даргинском «Колхозла-байрах», «Колхозное знамя». На кумыкском «Ленин-йолу», «Ленинский путь». И на лесгинском «Социализмин-пайдах», «Знамя социализма». Ольга Богуславская. Аварцы-лезгины, безусловно, пользуются своей письменностью. Есть литература, есть обучение в школах. Часто бывает, что людей, которые на самом деле, для которых родной язык другой, их учат аварскому как родному, но он для них не родной. Есть, например, письменный даргинский язык. Это какой-то его диалект обрёл письменность, а другой диалект этого языка, но я как раз его изучала, и сначала я просто работала, как всегда, задавая свои вопросы на перевод, и девочки, которым было интересно, они говорят, мы споём вам даргинскую песню. Они спели мне даргинскую песню, после чего, после двух часов моих мучений выяснилось, что эта песня на литературном даргинском языке, и одно слово они в ней хорошо понимают, это слово «любовь». Оно, впрочем, было не даргинское, а, наверное, арабское, а больше ни одного слова они на нём не понимают, хотя это как бы диалект их языка. Александр Кибрик. В процессе нашей деятельности, а мы работаем уже 67-го года, то есть 35 лет, и вообще было уже 42 таких экспедиции, мы побывали более чем в 40 языках. Каждый язык – это уникальный способ кодировки знаний человека о внеязыковом опыте, о мире, о себе, о всём том, что его окружает. И каждый язык по-своему кодирует эту информацию. Поэтому очень может так оказаться, что в языках, которым не было привлечено раньше внимание, хранятся такие способы кодировки, которые позволят напрямую, более непосредственно подойти к тому, как устроено человеческое мышление. Россия как цивилизация. Гора языков. Передачу подготовила Елена Ольшанская. Эфир 12 января 2003 года. Россия вчера, сегодня, завтра. Продолжаем передачу «Гора языков» из цикла «Россия как цивилизация». У микрофона в Москве автор-ведущая цикла Елена Ольшанская. Ольга Богуславская. У жителей этого села была потрясающая история. Когда чеченцев выселили из их сел в сталинские времена, то через некоторое время в эти села не то чтобы столь же насильственно, но я бы сказала, что с той же степенью обязательности, может быть, не так жестоко, переселили дагестанцев именно из этих сел. Потому что те районы, где жили дагестанцев, от чеченских отличались гораздо большей суровостью природы. Но в горах 500 метров выше это на 500 метров труднее. Там это очень заметно. В Чечне гораздо более благодатный климат. Это просто. Это ниже. Их переселили в эти села. Когда во времена уже Хрущева чеченцам разрешили возвратиться в свои дома, дагестанцам предложили выбирать переезжать на плоскость, ближе к морю, безусловно, более благодатные в смысле климата места или вернуться в свое село, которое к тому времени брошено. Дагестанские каменные дома без человека превращаются в груду камней, видимо, года через три. Так что возвращаться было куда? К своим камням. Действительно, в буквальном смысле. Там был потрясающий источник минеральной воды. Природно газированная вода, удивительно вкусная и, как все считали, целебная. Туда люди ездили из всех окрестных сел как на курорт. Но курорт этот был так, 50 железных кроватей, таких коек с железными панцирными сетками, стоящими под открытым небом. И вот этот потрясающий, очень сильный, мощный источник воды. Единственное дерево, огромный орех, который рос вот здесь. И вот к этому источнику святой воды, как они все считали, небольшое количество инхакваринцев и вернулось. Инхакваринский язык, его тоже можно считать одноаульным, но, может быть, на нем говорили в двух аулах, я сейчас даже точно не помню. Он был совершенно особый, довольно хорошо сохранившийся, по крайней мере, у тех немногих носителей языка, которые жили вот в этом селе, при том, что они уже жили в другом месте, потом вернулись туда. Быть там, конечно, был фантастически труден, как нам вообще нельзя себе представить. Тем не менее, вот были люди, которые добровольно уже выбрали вернуться в свое село и жить там. Александр Кибрик. Мы в нашей полевой работе работаем с языком, который первоначально нам, в принципе, неизвестен. В процессе работы мы, конечно, начинаем знать об этом языке все больше, больше и больше. Но это знание мы получаем не так, как это имеет место с нашим родным языком. Технология, которой мы пользуемся, связана, во-первых, с активным и таким экспериментальным методом работы, а именно с переводом с русского языка на родной язык информанта и таким вот способом реконструкции того, как устроено конкретное языковое выражение, переводное, строя все более и более сложные конструкции, мы получаем все больше и больше знаний. Потом мы, имея определенные гипотезы, сами уже строим некоторые высказывания на исследуемом языке, обнаруживаем точное попадание или не точное попадание, обнаруживаем ошибки свои, и по этим ошибкам мы настраиваем нашу систему до тех пор, пока мы не в состоянии сами имитировать деятельность говорящего. Кроме того, есть пассивный метод, когда говорящий спонтанно создает некоторые тексты, например, диалоги, беседуют, происходит беседа двух информантов, мы это записываем сперва на магнитофон, а потом анализируем с помощью информанта, переводим, и вот эти тексты, они существенны, очень своей естественностью. Ольга Богуславская. Вообще, работа информанта страшно тяжелая, это можно себе представить, если вам задают вопросы, говорят какую-нибудь английскую празу, просят перевести на русский язык, а потом начинают ее менять и все время спрашивают, а так сказать можно? А так сказать можно? А вот еще немножко изменить, так сказать можно? Многие люди даже не понимают сути этих вопросов. Ну, можно, скажи, и все еще остается понятно. В конце концов, если я перепутаю все, подержи, вы все равно меня поймете. А тут надо понять, как правильно сказать, а как уже неправильно. Это тонкая вещь, это языковое чутье, и надо сказать, что многие дагестанцы им обладали. Один из языков крысский, эти люди живут в такой естественной изоляции, а он расположен над очень глубокой, метров 900 пропастью. Подъехать к нему очень трудно, из пропасти идет тропа, дорога идет с другой стороны, но какое-то ближайшее село там очень далеко, и там живут азербайджанцы, то есть люди с языком совсем другой группы, совершенно неродственным. Вот они сохранили крысцы свой язык, там еще говорят. Перед этим мы были в крысском селе, у крысцев, которые переселились на плоскость. Работать там было намного бы проще, потому что мы туда приезжали по хорошей дороге на машине. На протяжении двух поколений люди сильно потеряли свой язык, они утратили способность уверенно отвечать на вопрос, что так можно сказать, а так нельзя. Сандро Кадзасов. Дагестанец это многоязычный человек, нормально. Там довольно часто браки там с соседними селами, а там, понимаешь, что значит село соседнее, это язык соседний, сплошь и рядом. То есть вообще знать там 3-4 языка, это ничего особенного. Ну, скажем, тот же сахурский язык, где вот мы работали последние, вот относительно недавно. Нормально они знают сахурский, естественно, они знают русский, многие очень знают азербайджанский, а раньше вообще все знали азербайджанский, лесгинский могут довольно большая часть населения знать. То есть вообще знать 3-4 языка это там норма. Поэтому с дагестанцем как с информантом легко работать. Но вот с учителем школы с дагестанцем и не обязательно мужчинам, и женщинам тоже, это люди, которые прекрасно чувствуют язык. Но у них языковое чутье очень сильное, потому что они знают несколько языков. Для них не является странным, что им задают какие-то вопросы про грамматику, там, про лексику, про фонетику, потому что они прекрасно чувствуют отличие миров этих звуковых, грамматических. Я не знаю, есть ли вообще в мире много ли таких мест, где люди знают так много языков. Из дневника Владимира Борщева. Они открыли тоны в дагестанских языках в 1975 году в Гаквари и Тинди. Тоновых языков много, например, китайский или литовский. Русским, приехавшим в Китай, кажется, что китайцы как бы выпивают свою речь. Но о том, что тоны есть в некоторых дагестанских языках, до сих пор не знали. Тоны, видимо, осознаются носителями языка труднее, чем, скажем, русскими ударения. Впрочем, может быть, если бы нас не учили в школе русскому языку и не говорили, что есть ударение, мы бы тоже его не осознавали. Шапи – любимый сандровский информант здесь. В прошлом году именно с ним Сандро вроде бы окончательно понял систему тонов в этом языке. Шапи – учитель математики здесь, в школе. Молодой, очень приятный, мягкий человек и тонко чувствует язык. У него сейчас жена рожает, вы говори, будет третий ребенок, поэтому на нем сейчас все хозяйство и дети, и осел, и так далее. Он вначале послал свою сестру, сам придет позже. Александр Кибрик. Дети приходят в школу в семь лет, не зная ни одного слова по-русски, а к десятому классу они прекрасно говорят по-русски. Русский язык изучается для того, чтобы получить доступ к системе знаний, не для того, чтобы общаться с москвичами. Никаких москвичей, никаких других русских там не было. Это просто был язык знаний. Система знаний, она закодирована в русский язык. Ольга Богуславская. Несколько экспедиций были без студентов. Это было тогда, когда руководители этих экспедиций, Александр Кибрик и Кассандр Васильевич Калдзасов, заканчивали проверку дагестанского словаря, который они много лет собирали по всем языкам. А я в это время собирала, точнее даже перепроверяла материал для моей диссертации. Ну вот мы ездили там вчетвером, в пятером по аулам. Это тоже был такой новый опыт, потому что, когда мы приезжали со студентами, мы жили своей отдельной жизнью и меньше общались. Один раз я не поехала с моими старшими товарищами и начальниками в одно село и осталась в дагестанской семье. Они воспринимали меня скорее как очень молодую девочку. Я не была молодой девочкой, я была замужней женщиной с ребенком, но они меня так воспринимали, потому что я была одета в брючки по таким причинам, а кроме того, потому что я была заведомо моложе моих товарищей. И они оставили меня в семье, всячески подчеркивая, что вот я у них буду как дочка в полной безопасности, и поселили меня со своей 17-летней дочкой, которой я была старше на 15 лет. Но она меня тоже воспринимала скорее как подругу, и она со мной разговаривала, как разговаривают вот две девочки. Я с удовольствием с ней поговорила. Она хорошо знала русский язык, училась в школе, видимо, училась хорошо. И вот эта девочка невольно совершенно открыла мне глаза на суть дагестанской школы. Понимаете, там происходило то, что, безусловно, уже не происходило, скажем, в России. Лучшие мальчики из этого села сначала уходили в армию, потом самые лучшие из них поступали в университет и возвращались в село учителями. Это были лучшие, понимаете, самые умные, вот самые лучшие, как они их воспринимали. Уважение, любовь, тяга к образованию в Дагестане была поразительной. В советские времена дагестанцы гордились. У них было больше кандидатов наук на душу населения, чем во всем остальном Советском Союзе. Когда я узнала, что Чеченская война началась вот в этих селах андейских, вот в Ботлихе, ну, все эти села и сводок были для меня местами, где мы были, где мы жили, вспоминала я тех людей. Я не представляла, как им можно уйти из своего села. Дело в том, что этот быт, который не предполагает, что что-то можно унести на себе, ну, во всяком случае, такую малость, что не о чем говорить. И представляла, что этим людям, которые выстрадали свое возвращение в эти родные места, их опять пришлось, наверное, покидать. Сандро Кадзасов. Мы проезжали через Чечню много раз, очень много раз. И никогда мы не имели никаких там проблем. Ну, было видно, что мы из Москвы, что мы русские. Не в Грозном у нас никогда не возникало. Когда что-то возникали проблемы, тут же нам помогали. Ничего этого не было ведь. Никакого этого, понимаете, такой открытой агрессии, никаких проявлений таких агрессивных. В общем, мы их не встречали в Чечне. Про Дагестан нечего говорить. Это возникло в начале 90-х годов. Ну, что вам сказать? Мы же оставили там горы оружия. Я хорошо помню. Вот мы едем на поезде. Ехали в Дагестан, в Махач-Колумы ездили. Какой это год был? 91-92-й. И вот мы с Александром Генничем стоим у окна, проезжаем какой-то, не помню, какой город. Гудармес, Поезд там остановился, потом медленно набирает ход. Я говорю, Саш, ты посмотри, у каждого мужчин, много мужчин просто на платформе там, у каждого автомат. У всех автоматы, знаете, как украшения. У каждого автомат. Я говорю, ну, это же не может быть так, чтобы все мужчины носили автоматы, и эти автоматы не начали стрелять. Чеченцы очень долго воевали с русскими, а после этой депортации и возвращения тоже не было таким простым, тоже как-то там какое-то снова, конечно, были трудности с новым заселением. В общем, ясно, что не просчитать наперед вот эту возможность, это, конечно, было безумно. Радио Свобода Россия вчера, сегодня, завтра. Вы слушаете передачу из цикла «Россия как цивилизация. Гора языков». У микрофона в Москве автор и ведущая Елена Ольшанская. А какие эти братец-то мой гололобые ребята хорошие. Я с ними так разговаривался. Ты, известно, разговоришься, недовольно сказал Никитин. Право, совсем как российские. Один женатый. Матушка, говорю, бар, бар говорит. Баранчук, говорю, бар, бар, много, парочка говорит. Так разговаривались. Это из Толстого. А вот Максим Максимович Лермонтова так и вовсе знал по-чеченски. Переводил Печорину и даже будучи человеком осторожным подслушивал разговоры опасных соседей. Соблазняя гордую черкешенку Беллу, Печорин выступил, говоря современным языком, знатоком культуры. Богатые подарки не действовали. Раз утром, рассказывает Максим Максимович, он велел оседлать лошадь. Оделся по-черкесски, вооружился и вошел к ней. Белла, сказал он, ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь. Я ошибся, прощай. Оставайся полной хозяйкой всего, что я имею. Если хочешь, вернись к отцу. Ты свободна. Ольга Богуславская. Все мы понимаем, что вот анекдоты рассказывают о соседях и ссорятся с соседями, а не с далекими людьми. Но, тем не менее, там сохранялось какое-то национальное равновесие. И в советские времена межнациональные противоречия какие-то, конечно, были, но не были острыми. Понимаете, у них был уклад жизни. Этот уклад жизни по-своему замечательный. Их отношения к пришлым людям, мы были для них, конечно, чужими, нас принимали очень хорошо. Нам прощали, безусловно, наши многочисленные, я думаю, на каждом шагу совершаемые промахи. Понимаете, о многих своих промахах я, например, догадалась через 15 лет после того, как их совершила. Я думаю, о большей их части я просто не подозреваю. Так получилось, что я занималась своей жизнью и русским языком, разными его аспектами, и вот много занималась кавказскими языками, поскольку моя диссертация была этому посвящена. Идея была в том, чтобы описать один фрагмент грамматики для дагестанских языков разных групп, чтобы покрыть все группы дагестанских языков. Вот у меня 15 языков было. Есть какие-то языки легче для изучения для одних, людей для других, это неважно. И грамматика так же сложна, так же многопланово, так же разнообразна, как грамматика любого языка с многовековой культурой. Но языком культуры для дагестанских языков служил арабский язык, религия, очень естественно, для нас очень понятно, как для нас там греческий и латынь, для Европы. Они частично, эти слова очень заметны, они другие по строению арабские сохранились, ну там типа слово учитель, каких-то еще религиозных понятий, ну каких-то абстрактных понятий, но у них исконный словарь. Слова, которые даже не имеют общих корней, ну как определяется родство языков, по общим корням, вот у них свои корни. в 1928 году по решению партии и правительства в Дагестане была создана письменность для аварцев, даргинцев, лесгин, кумыков, лаков, табасаранцев и татов. На этих языках начали издавать газеты, учебники, переводную художественную литературу. В 1950 году областные газеты были распределены следующим образом. На русском выходила «Дагестанская правда». На аварском «Марагул-большевик», «Большевик-гор». На Даргинском «Колхозла-байрах», «Колхозное знамя». На кумыкском «Ленин-йолу», «Ленинский путь». И на лесгинском «Социализмин-пайдах», «Знамя социализма». Ольга Богуславская. Аварцы-лезгины, безусловно, пользуются своей письменностью, есть литература, есть обучение в школах. Часто бывает, что людей, которые на самом деле, для которых родной язык другой, их учат аварскому как родному, но он для них не родной. Есть, например, письменный даргинский язык. Это какой-то его диалект обрёл письменность, а другой диалект этого языка, но я как раз его изучала, и сначала я просто работала, как всегда, задавая свои вопросы на перевод, и девочки, которым было интересно, они говорят, мы споём вам даргинскую песню. Они спели мне даргинскую песню, после чего, после двух часов моих мучений выяснилось, что эта песня на литературном даргинском языке, и одно слово они в ней хорошо понимают, это слово «любовь». Оно, впрочем, было не даргинское, а, наверное, арабское, а больше ни одного слова они на нём не понимают, хотя это как бы диалект их языка. Александр Кибрик. В процессе нашей деятельности, а мы работаем уже с 67-го года, то есть 35 лет, и вообще было уже 42 таких экспедиции, мы побывали более чем в 40 языках. Каждый язык – это уникальный способ кодировки знаний человека о внеязыковом опыте, о мире, о себе, о всём том, что его окружает. И каждый язык по-своему кодирует эту информацию. Поэтому очень может так оказаться, что в языках, которым не было привлечено раньше внимание, хранятся такие способы кодировки, которые позволят напрямую, более непосредственно подойти к тому, как устроено человеческое мышление. Ольга Богуславская. Этим занимаются во всём мире. В Австралии это очень развито. В Австралии языки австралийских аборигенов прекрасно описаны и описываются. Этим занимаются замечательные лингвисты. В Америке тоже сохраняют теперь вот то, что можно найти от языков американских индейцев. Безусловно, языки северных народов тоже стараются сохранить. Языки Кавказа, в частности, вот все эти экспедиции, они были направлены на то, чтобы сохранить то, что можно сохранить. Но, видите ли, когда людям предлагали переселиться на плоскость, это им предлагали начать жить лучше, и они могли выбирать. Просто там жить очень трудно, и туда нельзя принести никакие современные стандарты жизни. Это труднее, чем на русский север. Александр Кибрик. В свое время мы побывали также на Камчатке. Там имеется один из таких чукотско-камчатских языков, алютерский, на котором сейчас говорит порядка ста человек. И там язык деградирует значительно быстрее. Когда мы были в 70-е годы, то тогда на нем говорило человек 500. При этом степень владения языком была уже более низкой, чем она была в 40-е годы. Мы это знаем просто по зафиксированным текстам. Ольга Богуславская. Какие-то попытки поддержать это в принципе были. Вот один раз я была в экспедиции на Кольском полуострове, там был райцентр Лавозера, где жили Саами, и в принципе Саами получали что-то вроде государственной стипендии, которую им платили для того, чтобы они сохраняли свой уклад. К сожалению, был такой парадокс. Для того, чтобы стать тем малым народом, культуру которого будут ну как-то финансировать и тем самым поддерживать, нужно уже немножко перестать быть тем естественным народом, который живет вот в этих естественных условиях, а превратиться в тот народ, который создает фольклорный хор. Я не знаю, насколько русский фольклорный хор сегодняшний это действительно фольклорный хор. Боюсь, что далеко не всегда. Подозреваю, что и у Саами было то же самое. А тагестанцы были теми малыми народами, которые сохраняли свою культуру вопреки всему. Надо сказать, что не только тагестанцев. Я общалась с горными народами много раз в моей жизни по-разному. Мы ходили в альпинистские походы и встречались с горными народами уже в Киргизии, не изучая их, только общаясь. Я должна сказать, что с какой-то точки зрения мне всегда казалось, что эти жители высокогорных сёл это самые лучшие люди, какие есть на земле в смысле душевных качеств и слиянности с природой, способности жить вот с этой природой вместе. При том, что, конечно, в наше время многим из них уже очень понятно, что где-то в другом месте жить намного легче. Всё уже вторглось. Цивилизация в каком-то виде туда пришла и все это понимают. Тем не менее, они живут там, они по-своему счастливы. После наказания за грехопадение Адама и Евы в Священном Писании упоминается второе Божие наказание – смешение языков в ответ на вавилонское столпотворение, то есть гордое намерение человечества построить столб, башню до небес. До того все люди на земле говорили на одном языке. Установление множественности языков и культур является карой, аналогичной, по мнению знаменитого лингвиста Николая Трубецкого, проклятию «труда в поте лица». Сколько бы человек не изобретал машин, чтобы уменьшить применение своего физического труда, совсем упразднить этот труд никогда не удастся. И сколько бы люди не стремились противоборствовать факту множественности национальных различий, эти различия всегда будут существовать. Александр Кибрик. Языки очень разнообразны. На уровне вот такого наблюдения их разнообразие бесконечно. Каждый язык в этом смысле уникален. Но в то же время все языки являются реализациями одного естественного человеческого языка. Но понять, что такое вот этот единый человеческий язык можно только эмпирически. Именно исследуя разнообразие естественных языков и обнаруживая глубинное сходство и в некотором смысле даже идентичность всех естественных языков. На таком глубоком уровне все языки есть просто реализации одной единственной структуры, одной модели поведения человека, которая не зависит уже от конкретного языка. К этому объективно пришла лингвистика в конце XX века. Потому что лингвистика в течение длительного периода занималась тем, что отвечала на вопросы «как?» Как устроен человеческий язык? Описательно пыталась ответить на этот вопрос. Оказывается, что в языке очень многое случайно, очень многое произвольно. Можно так, а можно эдак, но такого рода описание при глубоком описании языка приводило к тому, что описание становилось бесконечно огромным. Язык не должен быть устроен так сложно, как мы его себе представляем, как мы его описываем. Он должен быть прост. Иначе, как ребенок, который усваивает материнский язык за 2-3 года, как он может такого рода огромную схему построить в своем мозгу за такой короткий период времени и делая такое малое количество при этом ошибок. Мыслительная способность, или мы называем ее когнитивная способность человека, существует параллельно с языковой способностью отражать, фиксировать, обрабатывать, интерпретировать опыт. В результате экспедиции за языками было опубликовано несколько десятков коллективных научных трудов по типологии. Так называется эта область лингвистики. Российская типология одна из самых сильных и знаменитых в мире. Александр Кибрик. Типология это такая область лингвистического знания, которая исследует пределы варьирования, пределы разнообразия естественных языков. Она пытается выяснить, какие ограничения наложены на естественный язык. То есть варьирование, оно по каждому языковому параметру, оно ограничено. Имеется энное количество вариантов, которые может выбирать язык по некоторому языковому параметру. Но поскольку это некоторая шкала от нуля до единицы, то в таком случае варьирование по каждому параметру тоже может осуществляться бесконечно от нуля до единицы. И из-за этого возникает бесконечное разнообразие языковых структур и самих языков. Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра. Закончилась передача «Гора языков» из цикла «Россия как цивилизация». Над этим выпуском работали в Праге продюсер Лев Ежов и редактор Ирина Лагунина, авторы, ведущие в Москве Елена Ольшанская. Всего доброго. Радио Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитаты Свободы. Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Спотифай. Подкасты Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин